Салют, малыши. Последние лет семь-восемь я обходил рок стороной. Я не принимал его ни в каком виде. Музыка в жанре рок, извините за выражение, мне казалась быдлячей. Да, именно что быдлячей. Я даже подтрунивал над теми, кто слушал что-то кроме рэпа, думая, что они динозавры, которые еще не слышали великолепные творения славы Мерлоу. Но все это объяснялось всего лишь моим невежеством и узколобием. С лобком у меня все в порядке. И только представьте, насколько все было плохо. В кругу моих знакомых слушали зилаками, и мне он искренне нравился. Только вот я не хотел рушить свой образ, некого отрицал иродско, и наперекор своему желанию кривил еблет при одном только упоминании зилы. Так вот, сегодня я хочу сделать каминг-аут. Закрыть все внутренние гештальды и, наконец-то, уделить время человеку, чью музыку я слушаю с невероятным удовольствием. К вашему вниманию, зилаками. Сразу отвечу на вопрос. Почему именно зилаками? Почему бы не рассказать про их дуэт с Сосмулой из Сити Маргуэ, что в переводе значит Объясню так, как будто я твоя подружка-недовалка. Мне больше нравится Зила. Ни больше, ни меньше. К персоне Сосмулы у меня ровно ноль интереса, но без его упоминания мы, конечно же, не обойдемся, не с Сити. Предлагаю познакомиться с парочкой фактов из биографии Зилы. Его настоящее имя Джуниус Дональд Роджерс. Родился 20 сентября 1999 года в Бейшере. Это небольшой населенный пункт на территории Нью-Йорка. Детство Джуниуса, на удивление, не отображает то, о чем он читает в своих текстах. И в целом настроение его творчества — это некое внутреннее состояние Зилы, нежели чем пережитый жизненный опыт. Детство, так скажем, было дефолтным, хотя, сказать честно, я не нашел каких-то откровенных цитат на эту тему. Он просто блекло описывает свои ранние годы, из чего можно сделать вывод, что оно было обычным. У него есть брат Питт, который впоследствии станет менеджером Сити Маргуе. Отца у Джуна не было. Их растила мать. Настоящая женщина честной судьбы, так сказать. Из увлечений он отмечает скейтбординг и джиу-джитсу. Музыка в его жизни появилась только в подростковом возрасте. А если быть точнее, когда ему стукнуло 13, он создал свой гараж-бенд, где был бас-гитаристом. На тот момент рэп уже был достаточно распространен, но Джун отдавал предпочтение тяжелой музыке по типу хэви-металла. И как-то раз он сказал, что он вообще не переносит дефолтный рэп. На его взгляд читку можно слушать лишь только тогда, когда она лежит поверх гитарного зарыва. А еще я чисто для себя заприметил интересную особенность. Все его увлечения из детства, о которых он говорит или говорил, преследуют его и до сих пор. Например, в клипе на трек Not Worth It он тусует в скейтпарке. А на этих кадрах он спаррингуется со своим кентом. И не сказать, что это прям в шутку. На данных видеокарточках он дает пиздюляторов типу, который приехал к нему брать интервью. Еще ему нравится колхозить свой Ниссанчик, который он моментами палит у себя в клипах. И даже посвятил своей лайбочке целое название трека на альбоме Dog Boy. В целом он достаточно приятный тип, судя по интервью. Советует на улице гулять, воздухом дышать, а не сидеть в дискордике и массировать свои яички. Но само собой не такой уж он и позитивный. И это круто, ведь если человек всегда улыбается, он ебнутый. А если ты не хочешь ебануться, как Моргенштерн, во-первых, не ешь грибы, которые не одобрила твоя бабушка. А во-вторых, подпишись на мою телегу, там здравые мужички сидят, не пожалеешь. Ссылка в описании. Итак, время обронить пару крылатых на тему городского морга. Изначально Зилла начинал свой путь в качестве гострайтера Тикаши. Их свел брат Джуна Питт, который заприметил Тикаши в социальных сетях. По сути, Зилл придумал подачу, манеру поведения и целиковый образ для Тикаши. Только вот сам он стеснялся выйти в свет и поизображать из себя фрикана. И правильно, я считаю, нахуй оно надо. Но творческое я все-таки взяло верх над Зиллой, и он несколько раз засветился на фитах с Тикаши. Одним из первых появлений на публике является трек Йо Каи. Джун приложил свою руку к трекам Пим Пин, 69 и еще к нескольким дорожкам. Тикаши начал набирать популярность. Кто-то даже признавал его как полноценного исполнителя, но все закончилось конфликтом. Я особо лезть в эти разборки не хочу, в силу того, что каждый придерживается своего мнения. Тем более, учитывая мое отношение к этому разукрашенному грызуну, я бы не стал вносить сюда какую-либо объективность. Если вкратце, то Тикаши зазнался, стал публично вонять на Зиллу, после чего тот не сдержался и обвинил его в интимной связи с 13-летней девчонкой. «Осуждаю и не поддерживаю такие высказывания», как говорит один персонаж. После этого служка, если вы помните, с Тикаши много кто прекратил контачить. Тот же Триппер Эд тоже посчитал Тикаша нерукопожатным. Ну да ладно, нам ли не похуй на Сикс Найна? На горизонте появляется еще один пассажир – Сос Мула. Уроженец Бразилии, которому хуй пойми сколько лет. Некоторые источники утверждают, что он 88-го года рождения, уже почти дедушка. Так вот, этот молодой, или уже не очень, человек после отсидки с помощью общих знакомых выходит на Джуна, который на тот момент, а мы сейчас говорим о 16-17-х годах, находится не в самом благоприятном расположении духа из-за бифости Каши. Они ловятся и начинают писать музло всего лишь спустя два дня после откидки Сос Мулы, ник которого, кстати, не всегда был таким, он долгое время гонял с псевдонимом Сос Мани. Они достаточно быстро находят общий язык и загружают первые треки на Саунд Клауд, где набирают первую аудиторию, которая умоляет их быстрее дропнуть релиз. Одним из первых треков, который бустанул дуэт, был трек «Go». И тут я бы приостановился и опрокинул пару прилагательных в сторону Экса. Когда мне говорили, что они пишутся в трэп-метале, я был не совсем согласен. Немного покопавшись в жанровых особенностях, чего я делать не люблю, ведь на моем канале есть только одно правило. Никакого нахуй разделения на жанры, если речь заходит о речитативе. Но тут исключение, ведь все, что я слышал из музла городского морга, это нью-метал. Не такой лютый, как классический хэви-метал, но с читкой и мешаниной по типу сэмплов классических бас-партий. И дальше я не буду говорить, иначе опозорюсь. И как раз таки трек «Go» прямо отчетливо показывает, насколько Экс сильно повлиял на новоиспеченный дуэт. Пошумев на SoundCloud, они на посошок выпускают мини-релиз «Be Patient», где ведут некую обратную связь с фанатами, которые умоляют о совместном альбоме. И наконец-то в октябре 2018 года выходит в сити «Мергуе Волуме-1» «Hell or High Water». Этот альбом позволил мужикам выйти из Андера и прям так нихуёво заявить о себе. К тому же они подогрели альбом выпуском скандального клипа на трек «Шинерс 13» в 2017 году. Он несколько раз удалялся с площадки, потому что мужики не стеснялись без цензуры показать переломы костей, иглоукалывания не по рекомендации лечащих врачей и вообще всякий сатанизм оккультный транслировали. Гады. У них было вроде бы всё складно, но фаны начали склонять Зилу к сольному творчеству. Но Джун остался, Верин Соси и они дропнули ещё две части рассказов из «Городского морга». Это очень мясные, разъёбные альбомы, но лично мне спустя полтора альбома стало скучно. Не то чтобы я хочу бросить какашку в огород их дуэта, но местами всё однотипно, но дерзко и агрессивно. Для себя я выделил фулл альбом «Токсик Бугала» и большую часть релиза «My Blood America». И у меня есть некое предположение, почему же именно эти релизы мне понравились больше. Всё из-за их разногласий внутри дуэта. Как по мне, в моменты ссоры Зилу пишется более свободно, выходя за рамки их образа. Сейчас я всё объясню. Ещё в 2020-м пошёл слушок якобы с дуэтом. А точно ли с дуэтом? Ах, да, блядь, как же я мог забыть. На «Зари Сити» Моргуе был ещё и третий участник. Битмейкер «Thugs» или очень жёсткие биты, которые показались потом слишком тяжёлыми даже для Зилакамия. Так вот, ещё в 2020-м, учитывая, что они уже были подписаны на «Хикари Ультра», а выпускали музыку вообще через Republic Records, через лейбл, который подписал Нава, Лил Теку, Лил Уэйна, Попсмоука и так далее, пошёл слушок, что якобы их дуэт испытывает некий кризис. Ну, конечно, кризис, ёпты. Скорее всего, средних лет, там, сколько лет Соси-то уже было, ёпты. И я опять же займу нейтральную позицию, ведь по некоторым данным прошла инфа, что Сос ревностно относится к успехам Зилы. Ведь фанаты больше любили именно его, и Сос, в свою очередь, препятствовал развитию Джуна в сольном плавании. И как бы это забавно и комично не было, Зил, как и в случае с Тикашей, обвинил Сосу в растылении малолетних, что мы осуждаем и не поддерживаем вдвойне. Правда это или нет, я, хз, напишите в комменты, кто следит за ними давно. Просто я не юфак. Но вот я рад, что Зила больше двигается соло, мне Сосмула вообще не вкатывает. Несмотря на конфликт, они разошлись вроде бы на плюс-минус спокойном, а совместные релизы они выпускают из-за обязательств перед вышеупомянутым Republic Records. Поэтому есть основания верить в правдивость их разногласий. Сейчас они двигаются отдельно. Сосвод выпускает кучу материала почти еженедельно. Зил относительно недавно выпустил отличную работу с Найт Лавелом. Но, возможно, они двинут в совместный тур с суисайдами. Также не знаю, насколько эта инфа правдива. Дуэт пошумел в свое время. Они даже выступали в туре по Северной Америке вместе с Дензелом Карри, который вписал их к себе на альбом Табу 2018 года. Но, как мне кажется, все, что не делается, все к лучшему. Зила раскрыл свой потенциал и успел поработать с тем же Лил Узи, от фита с которым я просто охуел. И, пожалуй, дабы не уходить в дебри, я перейду к сольному творчеству Джуна, где чуть более подробно расскажу о его музле. Скажу сразу, что агрессивная подача Зилы мне очень заходит. Я заслушал Догбоя до дыр и спустя сотое прослушивание этого альбома я все равно кайфую от этих гитарных сэмплов и рвущегося вокала Зилы. Но представьте себе мое ебало, когда после этого я слышу вот это На фоне такого контрастного звучания с городским моргом я реально искренне охуел со спокойного звучания Зилы. Я начал рыться и копать старые работы Джуна. Есть пару анрелизов и все они звучат не как зубодробительные треки городского морга. Вы меня только правильно поймите, до недавнего времени я считал Зилаками обычным абреганом рокером, который просто по угару надрывает связки в микрофон, чтобы было погромче да погрязнее. А на самом деле все эти истории с тем, что он часто находится в тельтухе, прямо отражаются в его музле. Его первый официальный релиз Life is a Horror Movie прям четко показывает, что он вполне себе чел с чувствами, а не больной на башку рокер. Да, есть конечно и релиз German Dogs, который состоит из двух треков, где он неразборчиво орет в микрофон. И как раз таки такое мне не нравится. Апогеем его скиллов я считаю альбом Dog Boy. Он раскрывает его как исполнителя, под музло которого можно и бицепс качнуть и немного грустно покурить после осознания тленности бытия мирского. В рот я ебал конечно ситуацию со сливом его предстоящего, а возможно и не стоящего ожидания релиза аудиокрип. Почему его не стоит ожидать? Да потому что большинство работ, которые ожидались на релизе, слитые. И слитые они не в лучшем качестве, где-то с видос хромает, где-то прям чувствуется романтика демок из подъезда, но на нем даже есть вот такие вот беточки, на которых Зил вроде бы неплохо звучит. Но мне же по душе такое Он меня знатно удивил. Альбом наполнен всякими приколясами, которые я с радостью оцениваю не потому, что надо вот рассказать о нем в силу того, что он вот такой необычный, не до рокер, не до рэпер. А потому что музло у него своеобразное и видит он это по-своему. Текста наполнены всем подряд, радостью от того, что жизнь реально сложная и в то же время печалью от осознания того же факта. Одним словом, ничего особенно выдающегося нет, но все же такая музыка заслуживает внимания, если вы вдруг так же как и я были заложниками фимоза и рэпа головного мозга. «Городской морг» это конечно круто, но еще круче, когда Зилла двигается в соло и зовет открывать свой релиз кумира детства, солиста-слепкнот Кори Тейлора. Я не стану заниматься самоповтором и расскажу смешную историю про Лил Пипа в качестве итога. У полного состава Сити Моргуе есть трек под названием «Рип Пип». Полный состав это «Мула», «Зила» и «Трах». И я думал, что этот трек посмертно посвященный Лил Пипу, но нет, это трек посвященный собаке Зиллы, которая скончалась. Но не от килограмма пилзов, а просто умерла. Я не злорадствую ни в коем случае, не подумайте. Просто забавное совпадение. Спасибо за внимание. Не называйте своих псов в честь любимых исполнителей. Еще услышимся.